В эфире новости 24 в студии Захаралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Около 30 учеников остались без своих классов. В Гунинбском районе сгорел один из корпусов местной школы. Они уже выбрали профессию. Девятый слет юных журналистов объединил творческие студии и корреспондентов со всей республики. Борьба за клубок Цудахара. О турнире по вольной борьбе, прошедшем в Левашинском районе, расскажем в спортивном блоке новостей. В Гунинбском районе сгорела школа. Пожар произошел в селе Тлугоб ранним утром. Общая площадь возгорания 100 квадратных метров. В результате ЧП полностью сгорел один из корпусов, где обучались около 30 учеников. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Как сообщает администрация Гунинбского района, школа была сборной щитовой конструкцией. Здание было построено в 1970-е годы и давно находилось в аварийном состоянии. Тагестан занял последнее место по России по доступности жилья. Об этом говорят результаты исследования агентства РИА Рейтинг. Аналитики составили оценку, в каких регионах доступнее всего снять арендное жилье. Расчет делался для среднестатистической семьи с двумя детьми. Южные регионы, в том числе наша республика, расположилась в хвосте и возглавила антирейтинг. Только 17% дагестанцев могут позволить себе аренду жилья. Эксперты объясняют это высокой безработицей и занятостью большей части населения на низкооплачиваемых работах. Сотовая связь подорожает в 2020 году. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. Цены на мобильную связь могут подняться как минимум на 10%, а то и на 25%. Это связано с тем, что операторы стремятся повысить оплату своих услуг для компенсации потери доходов из-за отмены роуминга внутри страны. Также на рост тарифов влияет и использование требований так называемого закона Яровой. Кроме того, абоненты все активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы. Накануне мусульмане всего мира отмечали день рождения пророка Мухаммада. Торжественный моблит по этому поводу прошел в центральной джума мечети Махачкалы. В нем приняли участие более 10 тысяч верующих в республике. Хамзу Нурмагомедов продолжит. Центральную мечеть Махачкалы почти день рождения пророка Мухаммада, саляллаху алейу асалям, съехались тысячи верующих со всей республики. И это неудивительно, ведь мусульмане твердо убеждены, посланник Божий – лучшее из творения. Маулида Наби начался с аятов священного Корана. Юны Хафи своим исполнением поразил аудиторию. Перед многочисленной публикой выступили богословы на примере жизни посланника Всевышнего. Они затронули такие насущные темы, как семейные ценности, взаимоотношения и поведение верующих в соцсетях. Жители нашей республики, чтобы ознакомились с сунной посланника Аллаха, саляллаху асалям, чтобы максимально смогли скопировать образ пророка, саляллаху асаляму. Более основной целью в этом маджелесе – это собрать всех в одном месте, укрепить братские узы и подчеркнуть, что единство – это основная цель, по сути, всех предписаний нашей религии. Праздничный вечер сопровождался стихами маленьких детей и нашидами на национальных языках. Поздравить верующих пришли и муфтий Дагестана, шейх Ахмада Фандия, и министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, он в своей жизни показал, как надо следовать, что надо у него брать. Он привел в эту жизнь учения, которые надо следовать. Он был примером для всех тех мусульман, для всего человечества, как себя надо вести, проше по отношению к ближнему, по отношению к соседям, не кичиться то, что у тебя есть, вести себя проше в жизни. Дети и взрослые мужчины и женщины, более 10 тысяч верующих, вместе восхваляли Господа и прославляли Его посланника. Это самый святой день для мусульман, всего земного шара. Это самый святой день для мусульман. Мы все мусульмана уважаем, любим и ценим до самого последнего дня жизни. Все пришли ради удовольствия Всевышнего Аллаха, в первую очередь, во вторую очередь, уже от любви к пророку Мухаммаду. За мир во всем мире. С такой мольбой мусульмане Дагестана обратились к всемогущему в завершении торжественного мероприятия. Хамза Нурмагемедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бигбарзов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Открытие сквера «Шахидов» в Махачкале запланировано на весну 2020 года. Место будущего парка накануне осмотрел мэр столицы Салман Дадаев. Будущая мемориально-парковая зона появится на пересечении проспекта Акушинского с улицы Юсупова, где ранее располагалась сгоревшая школа-интернат для глухих детей. Аллея будет посвящена памяти убитых, богословов и 28 детей, погибших при пожаре. Проект предусматривает разноуровневый дизайн и разбивку на несколько зон. Памятную, где будет возведен мемориал, и досуговую. Она будет поделена на зоны тихого и активного отдыха. Кроме того, сквер будет обустроен с учетом потребностей маломобильных граждан. Дадаев распорядился ускорить процесс разработки проекта и приступить к его реализации, чтобы уже весной состоялось открытие парка. Уже традиционный девятый слет юных журналистов объединил творческие студии и корреспондентов со всей республики. Слет проводится в целях формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения, развития единого юношеского информационного пространства и выявления творческих способностей подростков. На самом деле перед детьми открываются большие возможности, могут проявить свои таланты, могут высказать свое мнение, свою позицию выразить. Поэтому для детей это очень большое творческое начало, которое они, может быть, в дальнейшем, многие из них станут настоящими журналистами. Поэтому в этом плане хочется, конечно, пожелать им успехов. Молодежь, конечно, должна высказываться. Это влияет не только на сумму молодежи, это влияет и на пользу самим политикам. То есть они могут принимать всякие законы и создавать такие же прекрасные мероприятия, чтобы была заинтересованность больше. Мне кажется, что каждый должен, обязан, можно сказать, даже высказывать свое мнение, ведь оно у каждого разное. И слушать только одну сторону – это глупо. Надо послушать всех сразу. У кого какое мнение, какие задумки. Ресторан «Канака» запустил грандиозную акцию «Розыгрыш в путевке на Умрахадж» в течение всего месяца. До 30 ноября каждый сможет принять участие и попытать удачу. Итоги будут известны уже 30 ноября. Подробности акции у Алины Багиловой. Для посетителей это хорошая возможность испытать судьбу на везение. Ведь для того, чтобы принять участие в акции, достаточно просто посетить ресторан и вкусно поесть. Тем более, что готовят здесь вкусно. И «Канак» – это заведение для истинных курманов. Хотелось бы поблагодарить отдельно ресторан «Канака» за возможность предоставленную разыграть путевку на Умрахадж. Путем того, что каждый, кто посетитель, сюда приходит. Элементарно, сейчас я кофе попил, взял, чек получил. Написал свое имя, номер телефона, номер телефона, имя свое. И аккуратно его закидываем в наш чудесный ящик, который предоставляет возможность выиграть приз. А каким путем будет разыгрываться, лично я буду разыгрывать этот приз. То есть мы его открываем 30 числа и наугад достаем этот приз. И, соответственно, победитель получает путевку на Умрахадж, и мы его отправляем с большой радостью. Для многих, кто решил прийти именно в этот ресторан, предстоящий розыгрыш стал приятной неожиданностью. Акция уже набирает популярность, и желающих в ней участвует все больше и больше. Мы участвовали в розыгрыше. Первый раз в ресторане «Канака». Очень вкусно, понравилось очень. И оказывается, у них здесь розыгрыш «Умра, малый хадж». Закинули чек с именем. 30 числа будем смотреть. Хотел бы сказать, если вдруг мы выиграем, что чек отдали на поездку в хадж кому-нибудь малоимущим семьям. Я надеюсь, что кому-то повезет все равно, кому-то идти в малый хадж. Помимо участия в акции, сюда можно прийти и насладиться атмосферой ресторана и блюдами от шеф-повара-виртуоза, который создает из простых продуктов шедевры. К каждому блюду Али подходит как истинный творец, соблюдая пропорции, но добавляя свою авторскую изюминку. Убедиться в этом можно, посетив ресторан «Канака». Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». И о спорте. Турнир по вольной борьбе прошел накануне в Левашинском районе. Спортсмены боролись за главный трофей – кубок Цудахара. О результатах соревнований расскажет Камиль Девятов. Настрой у юных борцов боевой. Желание победить выше любого волнения. Маленькие спортсмены на данном турнире показывают все свое мастерство. И, конечно, приобретают большой соревновательный опыт. Турнир по вольной борьбе, проводимый в селе Цудахар, собрал 100 ребят-вольников. Цудахарцы очень поддержали сразу, как проявили инициативу. И цудахарцы, видно, соскучились. Давно не было у нас соревнований таких. И сейчас мы хотим каждый год именно в кубок Цудахара организовывать соревнования. И другие тоже, помимо этих, будем, иншаллах, организовывать. Участвуют все, со всех поселковых советов, сельсоветы, там, Кареканали, значит, Кучи, Турнина, Цудахар и многие, в общем, другие ребята. Я думаю, что это даст старт. Мы думаем, что включим его в календарь эспубликанский на уровне, чтобы мы его ежегодно могли проводить и радовать наших ребятишек. Конечно, может, Цудахар сегодня не славится такими взрослыми или прочим, но юноши здесь прекрасные, которые могут в любое время пополнить копилку сборной. Для сельских мальчишек вольная борьба – это не просто спорт. Борьба – одно из самых главных увлечений. Сейчас молодые спортсмены становятся на тот самый путь, который придет их большим победам. Кубок Цудахара проводится впервые. Гости турнира оценили организацию спортивного события на высоком уровне. Возможно, в ближайшем будущем соревновательный календарь пополнится еще одним борцовским турниром. Спонсорам, которые оказали спонсорскую помощь, организаторам большое спасибо. И чтобы почаще проводить вот такие мероприятия спортивные по вольной борьбе, чтобы заинтересовать нашу молодежь, детей подрастающих поколений к этому виду спорта, чтобы занимались серьезно. Главное, основное воспитание сегодня в Дагестане проходит через спорт. И развивает детский спорт, начиная с этого периода. Если мы будем оказывать внимание детям, поддерживать ее, я думаю, что мы добьемся много больше. Чтобы дети могли какие-то турниры выигрывать. Поэтому давно готовились к этому. И вот сегодня завершился этот день. Приехали, вот сейчас соревнуются дети наши. Всех победителей и призеров республиканского турнира по вольной борьбе кубок Цудахара ждали ценные призы, медали, а также кубки победителей. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цудахар. К этому часу у меня все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова